Как-то в середине 90-х годов, вернее дело было так, мои книги начали распространяться, а до этого естественно я ходил, искал издателя, то есть вначале я сам издал, насколько там мог, вроде книги пошли. И я зашел в ростовское издательство, рассказал, показал книги директору издательства ростовского книжного ОНО, книги хорошие, но издавать мы их не будем, ну не будем, не будем, ну что поделаешь. И тут их начали издавать в Петербурге, и так пошел, знаете, бум, о, такой сразу. Естественно, весь книжный мир, те, кто занимается книгами, они сразу все это как бы просекли, поняли, кого они упустили, к кому я обращался. И вот он как раз меня, как раз в ростовское издательство, фамилия директора Баю, имя, отчество забыл, извините, приглашает меня на юбилей, столы, я с женой приехали там, все это писатели, там они рассказывают, я там сижу. Ну я вроде как не чувствую себя писателем, но тем не менее, вроде ж книжки. Вот, и дошла там, как-то, они подпили речь, или слово там до одного там дошлю, и говорит, вот же, его книги там миллионными тиражами издаются. Он говорит, ну он же не писатель, он же вот это вот описывает. Как бы сказать, это все-таки не наш человек, мы вот художественная литература. Ну, я не хочу сказать, что это как-то меня зацепило, но как-то там отложилось у меня. И вот я написал в художественной форме, написал записки голодающего, первая, вторая, третья часть. Когда я их там, не перерабатывал, а готовил для вылаживания на сайт, вот я, значит, прошелся по этим книгам, вернее, больше по третьей части. И знаете, вот когда я ее написал, она как-то меня не особо захватила. А тут я, читая вот свою, можно сказать, фэнтези, так увлекся, то есть такая интересная тематика, и так она изложена, что, чтобы, он говорит, меня как-то вот по-хорошему зацепило, захватило. Если у вас появится желание, или вы хотите изучить меня с точки зрения изотеризма, чем я дышу, посмотрите на эту книжку, посмотрите, полистайте ее, может и вам она чем-то понравится. Ну и наконец-то, 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 это, это, эта история началась давно. Я выполнил норму мастера спорта, получил значок, и, как бы, это было где-то февраль, наверное, месяц, февраль месяц, 70, 2005 года, и, как бы сказать, с кем его обмыть, и мне попался, попался старейший атлет, Иван Васильевич Дудал. Ну, я так немножко знал о нем, что это олимпийский чемпион, но больше особо не знал. И вот мне как раз довелось с ним обмыть значок мастера спорта. И потом, когда я узнал судьбу этого человека, историю его, вот у меня возникло такое желание, как, знаете, своего рода отдать дань памяти этому невероятно волевому человеку. И вот я его, воочно, несколько раз, конечно, мы общались, его видел, вот, и такому вот очень доброму человеку, внутренне доброму, спокойному. Что-то во мне осталась вот такая приятная память, и я написал рассказ, по которому, если все сложится, можно будет дальше снять фильм. И вот этот рассказ я сейчас сверстаю, выставлю на сайт Иван Васильевич Дудал, и вы его можете прочитать, и уже оценить мой писательский, писательские возможности по этому рассказу. Ну, а особенно по запискам голодающего. А сейчас я приступаю к тому, чтобы этот рассказик быстренько сверстать и выставить. А потом уже сделать, вернее, сделать видео и тоже это выставить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.